Итак, уважаемые зрители, я рад вас поприветствовать на очередной серии нашей партии прохождения игры Crusader Kings 2 с модом A Game of Thrones. Ну что ж, мы продолжаем с того же места, где мы закончили. Логично? Логично. И надеюсь в этой серийке с нами что-нибудь интересное произойдет, а не будет просто унылое наблюдение за тем, что происходит вокруг нас. Ладно, мы сменили правителя, теперь мы лорд Лутон, а наш отец, к сожалению, умер от подагры. В свои 43 года. 1 января 7996 года. Ладно, так, мы помовлены, замечательно, и у нас есть боль в груди, что уменьшает наше здоровье на 2, и личные боевые навыки также уменьшает на 2. И в общей сложности наши боевые навыки равны минус 2. Прискорбно? Прискорбно, к сожалению. Ну ладно, здоровье мы, думаю, как-нибудь поправим хоть чуть-чуть за счет пути. Ну и мы, в принципе, молодой, здоровый, красивый, и все в таком духе. Так, путь. Что у нас дает здоровье? Нам здоровье дает либо семья, насколько я помню, охота, и все, судя по всему, и все. Но, действительно. Так что, чтобы увеличить здоровье, у нас выбор между семьей и между охотой. У нас военный навык 12. Можно, конечно, его увеличить на плюс 1, но, с другой стороны, можем увеличить дипломатию, поскольку военкой мы прям так уж сильно не пользуемся. Так что берем семью, увеличиваем половитость, прибавляем себе половинку, единички здоровья. Конечно, мы не нивелируем данную нашу особенность, данный наш перк, боль в груди, но хотя бы как-нибудь сглаживаем. Хоть чуть-чуть. Так, ладно, дальше. Выберите амбицию. Какой богатый список. Десница. Это, понятно, все должности при свете Старков нашего лорда. Так. Добродитель нет. Люди нет. Навыки боя опять. Призовем мастера кунг-фу. Точнее, найдем его в какой-нибудь таверне. Так, полюбить нет. Стать верховным лордом нет. Звание возможно. Валерийский меч возможно. И накупить бюджет нет. Ладно, начнем. Помаленьку с должности. Как показывает практика, нас часто назначают десницей. Это увеличит управление, улучшит отношения. Ладно, выберем десницу. Возможно, нам повезет, нас назначат, а возможно, нам не повезет и нас не назначат. Так что? Полководец. Нет, отказываемся. Так. Наш кузен хочет стать регентом. Ты вообще какой? Ну, в принципе, хорош, но ты жадный, высокомерный, еще и эгоистичный. Но, с другой стороны, ты авторитетный, усердный и модный. Конечно же, модность здесь самое главное. Ладно, назначаем тебя регентом. Принимаем твое щедрое предложение. У нас избыток лимитов по владениям. И насколько сильно это бьет по отношениям. Так, вассалы. И по отношениям это бьет, ну, в принципе, на десяточку. Пока что, пока что терпимо. Пока что мы с этим можем каким-то образом, да, прожить. Так, советником. И, да, Кастальян тот же самый деснится. Замечательно. Нас назначили, хотя мы неплохой военный, в принципе, но нас назначили. Так, наш кузен. Вэндал Сноу. Желает найти, чтобы мы нашли ему пару. Нет. Мой кузен, Вэндал Сноу, выразил желание жениться и попросит моего разрешения. Хорошо, женись, на ком поживаешь. Дозволяем. Так, женишься. Ну, на такой себе. Девушки, женщине. Ну, не девушка, ну и не тетя еще. Так. Так. Нет, не хочу тебя поддерживать. Не хочу я пользоваться твоим доверием. Так, дальше. Можем попробовать стать регентом. Но это увеличит только наш престиж на 30. Не хочу. Так, возвыситься над людьми. И улучшить боевой навык. Или же отправиться искать валерийский меч. Так, ладно. Начнем с улучшения боевого навыка. Опять будем ждать какого-нибудь сумасшедшего мастера кунг-фу. Точнее, не сумасшедшего. Он у нас попался пьяный. Но кто знает, что нам попадется вновь. Что нам... Какой мастер к нам придет. Возможно, это будет не мастер с востока. Какой-нибудь матерый воин из какого-нибудь Дорна или Штормовых земель. Или из простора. А может какой-нибудь безупречный, сбежавший из залива работорговцев. Или откуда-то еще. Так, наш племянник. Каждую ночь с тех пор, как он получил его, и мой племянник Вейган спал с его драконьим лицом. Но оно оставалось холодным. Прошли месяцы. Вы и ваша семья уже не надеетесь увидеть рождение дракона в ближайшее время. Плохо? Чего ты подери? Плохо? В нашей семье должен быть дракон. Пускай он принадлежит к Таргаренам. Но ты наш племянник. И у тебя есть яйцо. Так что, давай, полупляй его. Так. Фу. Ланнистеры. Помолвка? Конечно. Какой ты просто офигенный. Просто офигенный правитель. Ничего не скажешь. Ладно, бывает и хуже. И ты на полу... А? Завоевание мира? Железный трон? Ладно, пожелаем удачи. И защищается в войне за поддержку претендента? Интересно, интересно. Раскладится? Ну ладно, так. Это как раз такая ситуация, когда вы с одной стороны не хотите говорить правду, чтобы не обидеть человека, но с другой стороны, честность... Добродетель. Угу. То есть, либо коварный 45%, интрига плюс, дипломатия минус, либо честный. Интрига минус, дипломатия плюс. А... Личный боевой навык плюс один. Личный боевой навык минус один. Логика? Не, я не слышал о каком. Ну ладно. Потому что как-то и влияет, но коварный здесь, на мой взгляд, более предпочтителен. Как мне кажется. Так что, пожалуйста, коварный. Клис. Спасибо. Шанс 45%. Спасибо, что вы его оправдали. Ладно. Не будем ничего говорить по этому поводу. Сохранение проходит. И свободное место при дворе. Мастер над оружием. Назначаем... Ну, допустим, вот тебя. Шейли. 15 навык. Ну ладно. Сойдет. Так, тренируй. Упражняйся. Так, тайно-советник раскрывает заговоры. Подорвать инфраструктуру. И тебе отправлять не хочу. Казначей денежку собирает. Мастер над законами улучшает отношения. Кастыльян делает полезные вещи. Что, в принципе, достаточно. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Война против тирании правителя? Верховный лорд... Джонас? Верховный лорд Джонас говорит, а... А Брандон заколдованный умер естественной смертью. Хммм. Интересно раскладиться. Кард Старки. Интересно раскладиться. Еще раз. На стороне лорда Джонаса... 11 тысяч, грубо говоря. Но это еще учитывая нас. Так. На стороне кард Старков... 3 300. Плюс... 2 400. Это... 5 700 уже, грубо говоря. Так. 5 700 плюс... Ну... Грубо говоря, 6 100. 6 100. Здесь... 6 800. И еще кое-кто... Ну... 7 500. То есть, получается. 7 500. Мало. И нас... Сколько? И нас еще 3 500. Грубо говоря. Грубо говоря, как-то так. Помогать или не помогать? Вот в чем вопрос. Вот в чем загвоздка. Вот в чем проблемка. Потому что... Потому что... Ну-ка, по фракциям. Фракция Королевства Север. Фракции нету? Хм. Ну-ка, давайте подумаем. Что будет, если мы выиграем? То правитель просто сменится. Получается так? Получается так. И придет к власти вот этот вот молодой человек, который женат на нашей сестре. Если мы... Выиграем. Да, если мы выиграем. Если мы проиграем, то, скорее всего, окажемся к чертовой бабушке в тюрьме. Или нам попросят приколонить колено. И мы опять оставимся без войска. Ну, как вариант. Ну, как вариантик. Давайте сделаем следующее. Во-первых, назначим полководцев. Каких-нибудь таких мощных, матерых. И, в общем, огонь. Да, вот таких вот полководцев мы назначим. Поставим их в армии. И, пожалуй... Ну, ладно, давайте примем данный призыв. Данный призыв в войну гражданскую в севере. На севере. Ладно, принимаем. Разбиваем эти 800 человек, которые, по сути дела, являются нашими же войсками, которые мы предоставили Старкам. Так, здесь поднимаем 900 человек. И, в принципе, в принципе, в принципе, всех бы еще вассалов неплохо было бы поднять. Так. Но не здесь. Сори. Но не здесь. Так, а тут кто на нас нападает? А это вот эти, судя по всему, люди на нас нападают. Ладно, отправляем наши войска все в темно-лесие. А тут... Кто тут на нас может... А, эти же опять ребята. Ну, с ними мы, в принципе, расправились достаточно быстро. Теперь главное, чтобы наши войска все собрались. Чтобы мы могли реализовать наши возможности. Так, брак. Замечательно. С брак со Старками. Именно вот с этим Старком я одобряю. Я поддерживаю. И в этой войне нас больше никто не поддерживает. Так, Старки там уже... Нет, еще пока не громят никого из наших. Так, сколько у вас сил? 10 тысяч осталось. У вас осталось 10 тысяч. О, нет, Гловеры против нас. Я-то уже обрадовался. Но это север. Это север. Все. Все, кто хотели присоединиться, все присоединились. Остальные же просто проигнори... Игнори... Рывали. Да, тракийцы. Просят брак с нашей матерью. Нет. Скажем, дружно. Нет. До Тракийского моря и всем прочим. Так, ладно. Нам... Так, наша тетя умирает естественной смертью. У нас точно будет небольших похорон. Так, теперь мы командуем армиями с нашим... С нашим-то минус вторым боевым навыком. Конечно, мы можем быть хорошим полководцем. Но если произойдет дуэль во время битвы, нам будет несколько хреново. Так, значит, сделаем так. Делаем так. Замечательно. Так, и желательно направиться к Артстарке. Как же вы мне дороги. Какие же вы мастера маневра и у ворота? А, Старки вас просто подловили. И, считайте, уже уничтожили. Так, данная война будет идти достаточно долго. Винтерфелл мы явно... Так, не сможем взять. Да, не сможем, потому что... Ну, как сказать, там... Карнизон. Мощный. Но мы можем разбивать армии Старков по одной. Желательно шотать их при этом. Но если не получается, и то... Ладно, желательно... Мы будем хотя бы чем-то полезным заниматься и... Мандрли. Ну, конечно. Вы еще свои войска, черт подери, сливайте. Поучаствовали в войне. Решили заняться общественно полезным делом. Постать против тирании и всего прочего. В итоге нас тут просто всех по одному и разобьют. Так, получается, что справедливо. Ладно. Так, направляемся в темнолесье. Чтобы отбить посаду из 133 человек. Уменьшить войска Старков. Но... Но-но-но-но-но-но-но-но. Как-то пока нам это не улыбается. Счет уже минус 44. Я чувствую, я ввязался в авантюру. В очень серьезную авантюру, которая еще станет мне боком. Да, вот опять Корсарков разбили. Блин, наши союзники просто стоят и все. Просто стоят, черт возьми, и наблюдают. Полезность? Сверхполезность. Мы бы хотя бы действительно маневрировали как-то. Что-нибудь доделали. Потому что... Так, улучшение отношения замечательно. Хоть бы осаждали. Если... Так, новый лорд-командующий. Дорнит, судя по всему. Ну, да, Дорниц. Ладно, хорошо так. Старки быстро берут все земляка от Старков. Мы пытаемся осадить последний очаг. Чисто потому, что Винтерфал нам не по зубам. Так, тихо. Я вижу то, что вы двигаетесь в моем направлении. Так, мастер... Так, наш кузен командует армией. Так что нет, и... Ну, давай ты будешь. Так, мы же не можем приказывать нашим... Да, мы не можем приказывать нашим союзникам. Я продолжил осаду дольного очага, но Старки движутся к нам. С Старки движутся к нам, значит, они собираются с нами расправиться. По идее, если бы у меня было достаточно войск, я бы двигался просто на Винтерфелл и быстро бы его взял. Получил бы всех родственников верховного лорда Джона со Старка в придачу. И на этом бы война, по сути, возможно, бы закончилась. Ну, по крайней мере, счет бы был положительный, хоть немного. Ну, или вышел в ноль. Но у нас 7 тысяч нету. Мы, конечно, крутые, мы, конечно, сильны. Мы, конечно, монстры военного дела, но у нас 7 тысяч как-то и не наберется. Ничего подобного. Так, здесь. Ладно, осаждаем просто провинцией. Пытаемся держаться как можно дольше. Замечательно. Положение еще и ухудшилось в Каменном холме. Просто превосходно. Просто превосходно. Так, ладно. Осада Каменного холма у нас идет. Командует осадой вот этот, то есть обороной. Все по всему, наоборот, этот человек. Он не справляется. Так. Блин, не то. Не того назначил, не того назначил. Так. Вот, допустим, ты. Ты же не наш полководец, да? Да. Допустим, вот так. Так, полководцы. Кузен. И вот ты. Так, назначаем раз. Назначаем два. И продолжаем просто что-нибудь делать полезное в этой войне. Так, я вижу Старков, двигающихся к нашей территории. Я вижу Старков, двигающихся к Темнолесью. Они идут в Темнолесье. И они его, судя по всему, осадят. Так. Милорд, я долго не решался, но казна ваших верных подданных практически истощилась. Компенсацию мы вам, разумеется, не предоставим. Эх, кто бы нам бы предоставил компенсацию, зато... Так, вы идете, судя по всему, все-таки не осаждать нашу столицу, а снимать осаду со своих земель. Так, карт Старки снимаем эту осаду со своих владений. А мы валим, мы просто свалим от этих грозных восьми с половиной тысяч, которые все-таки идут в Темнолесье. Оборона уже... Ну, оборона и так повышается, как бы, но... Гарнизон из тысячи человек восьми тысячам явно будет противостоять фигово. Если вообще сможет им противостоять. А нет. Черт возьми, Старки, вы уж определитесь, вы хотите брать мою столицу или нет? Чтобы я знал, как поступать и чем заниматься. Или вы вообще к карт Старкам идете? Так, не хочу тебя видеть. Так, вы идете к карт Старкам. Все, я понял, все, я учел. Спасибо, что дали мне понять, чем вы занимаетесь. А я продолжу осаждать ваши земли. Мы будем подтишочниками в данном конфликте. Сами выискать лет не будем. Черт возьми, союзники, вы научились уворачиваться на так противника. Или нет? Нет, вы тут просто стоите. Ни хрена вы не научились. Беру свои слова назад. Так, у нас посада идет. На счет это сильно не сказывается. Но бойня, да? Бой. А, нет, не бой, ушли. Ладно, все. Так. Путешествие вники понесет слухи об огне и крови. Если им верить, даже... Ага. От нашей... Племянницы сбежал дракон, при этом ранив ее. Ну, хоть не убив. Хоть не убив. Да, с Ланнистерами наш брак кончился как-то. С Ланнистерами брак как-то кончился. Нет, не так. Блин. Не было бы помолвки, я бы попробовал. Но нам бы отказали. С очень большой вероятностью. Ну, ладно. Раз отказали, так бы отказали. Так, все. Карстарков опять шотают там. Эти даже не пытаются уйти. Так, постояли. Поняли то, что расплата неизбежна. Решили уйти. Поздно. Сообразили об этом. Так, наш брат. Идеи выживания. Будешь нам неплохим полководцем, я надеюсь, в дальнейшем. А мы пытаемся быть полезными в этой войне. Хотя счет не в нашу. То есть, основной вклад вносим не мы. Но, по сути дела. Давайте посмотрим, за счет чего может быть... Подумаем, точнее. За счет чего может быть вклад Карстарков и Мандерли? За то, что они просто сливают сражения. Одно за другим. Одно за другим. Мы не сливаем их. И им очень... И вносит очень большой импакт. Очень большую пользу нам приносит. А мы тихо, мирно пытаемся не ввязываться в войны. И пытаемся... Так, еще на лесе положение ухудшилось. Замечательно. Пытаемся осаждать данные земли. Так, Старки идут к нам. Я это чувствую. Я это чувствую. Так, ленивы или усердны? Вообще, кто получает черту ленивы? Кто хочет ее получить? Хочу стать усердным. Пожалуйста. Спасибо, что не стал. Спасибо. Вы прямо прочитали мои мысли. У меня на языке было одно, но у меня совсем-совсем другое. Так, валим. Валим, 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 валим. Быстро, 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 быстро. Старки нам с вами не по пути, не по пути. Так, не хочу. Я тебя видеть при своем дворе. Так, вы... Я бы... Сколько я сождал данную упровку? Кто знает? Не знаю, кто знает, но... Вы слишком быстро осаду с нее сняли. Слишком. Это... Это нечестно, как бы. Скажем так, у вас девять с половиной тысяч. У нас в разы, в разы меньше. Ну, в разы... Ну, на сколько тысяч меньше, скажем так. Да, и война фактически уже, можно сказать, проиграна. Авантюра не удалась. Фокус не удался. Мы проиграли. Хотя, если еще... Так, побегать. Туда-сюда. Туда-сюда, так, наша сводная сестра больна. Зовем врача. Плохое лечение. Плохое, черт подери, лечение. Так. Ну, просто так двигаемся. Вообще, можем направиться куда-нибудь сюда. В данные земли, как они называются. Поближе к перешейку. И здесь чем-нибудь полезным, да, позаниматься. Скажем так, чем полезным здесь, да, позаниматься. Так, пока ничего делать не будем. Мы будем, в принципе, далеки от самых главных боевых действий. Но мы будем приносить пользу в данной войне, осаждая провинции Севера. Да, именно так мы будем приносить пользу. У нас... Нет, доход у нас в плюс, к счастью. Хоть доход у нас в плюс, это нас несколько спасает. Наемники. Можно ли взять наемников? Да и на наемниках я, по сути, смысла-то я не вижу. Но возьмем мы наемников. И, собственно, что? Получим мы, сколько там, 200 человек? Так, наемники. Нет, побольше полторы тысячи. Полторы тысячи мы получим, но опять же, что мы сможем сделать с помощью полторы тысячи наемников? Скорее всего, у нас сейчас все к ядрине-фине отберут. Я это чувствую. Я это чувствую. Просьба о выкупе. Мы не можем столько выплатить. А если мы попросим железный банк нас поспонсировать или наших вассалов? Месячный доход менее. Давайте посмотрим. Попробовать взять в суду вассалов. Нажмем на кнопочку. Или не нажмем. Так, или обратиться в железный банк. Взять пятилетний кредит по 25%. Так, взяли мы кредит по 25% и теперь просьба о выкупе. Да, просьба о выкупе. Действительно. И я хочу выкупиться, потому что кто знает, что у нас за это время, черт возьми, произойдет. Потому что я уверен. Во-первых, то, что у нас регент, он отхватит нам одну из наших земель. А именно каменный холм. Это во-первых. А во-вторых, нас, скорее всего, казнят. Нас, скорее всего, казнили бы. Не просто и не выпустили бы из тюрьмы. Так, Кастельяна. Так, пока ничего не предпринимать. Но даже если бы не казнили, шанс этого был достаточно мал. Мы просто бы сидели в этой тюрьме и все. Так. Ну вот, гловеров уже сварили заживо. Тут еще мандрали, пока держат за решеткой. Пока если ничего не предпринимают. Так. Какой-то Старк просит поддержки в совете. Нет, спасибо. Не хочу вам это оказывать. Не хочу. Ну ладно, мы попробовали. Мы попытались. Мы, откровенно говоря, облажались. Ну, хоть сохранили голову. И то. Ладно. Конечно, уже, если так подсудить, никакой верности дома Старков и речь вообще не идет. Но, с другой стороны, это Круссайдер Гинсту. Здесь такое понятие, как верность к дому правителей для ботов не слишком уж играет большое значение. Так, полководцами я до сих пор не хочу являться. Еще уже кредит выплачивать железному банку, но мы его выплатим. Я на это надеюсь. Я на это надеюсь. Блин, если бы нас поддержали еще Болтона, у них пять тысяч. Если бы Болтон нас поддержали, тогда у нас были очень даже неплохие шансы. Но Болтона, к сожалению, не сделали. К очень нашему большому разочарованию. Война в поддержку претендента. Мандр ли вообще камикадзе стали? Вас мало того, что кастрировали, лорд Харламн, так вы еще и поддержку претендента объявили войну? Причем какой-то внучке Торхена Старка, которая замужем за Амбера. Что-то я сомневаюсь, что у вас это, во-первых, получится. Во-вторых, садить Амберов на трон Севера. Сделать их лордами Севера для Мандр. Или это как-то нелогично, на мой взгляд? Ну, или я что-то, опять же, не понимаю в действиях бота. Опять же. Ну, если бы нас еще бы и Амберы поддержали. Ну, Амберы, конечно, не такая сила. Страшная, лютая, как те же самые Болтоны. Ну, поддержала нас хотя бы половина лордов Севера. У нас бы что-нибудь получилось. А так? А так? Шиш! Шиш! Ну, хотя бы серия оказалась интересной, на мой взгляд. Серия оказалась интересной. Так. Почему бы и нет? Полководцев назначаем. Так, вот мы можем отправить за решетку этот кто-то. Этот кто-то находится Ашвонке. И все? Да, и все. Этого кого-то я за решетку управлять не хочу. Так, гриб. Зовите врача. Хорошее лечение. И получает премию. Наш. Мейстер. Или лекарь. Полмейстер. Даже мейстер должен, по идее, всех лечить. По идее, да. Ну, ладно. Он получает премию в размере одной монеточки. Так. Ценим. Уважаем. Так. Наш брат. Наш брат. Военку тебя, конечно, не отдать. Хотя ты образовывался как военный. На выживании. У тебя был настрой. Но отдадим мы тебе все-таки в экономику. Почему? Потому что ты к этому более расположен. И наставника мы тебе назначим вот этого вот человека. Так. Стоять. Его. Его. Так. Назначим. Мы, кстати говоря, ты кто такой? Ты Форестер у нас. Ты гений Форестера. У тебя родители были гениями? Или ты почему стал гением? Нет. Ты просто стал гением. Ты такой родился. Везет. Везет. Надо бы так в династии кого-нибудь гениального иметь. Было бы неплохо. Было бы чертовски неплохо. А что здесь у нас происходит с Эйрисом Безумным? У Эйриса Безумного есть. Винтерфеллские крестьяне голодают. Небольшая группа ходоков. Надеюсь, не диких. Точнее, не белых. Пришла ко мне просить помощи. 20 монет. Простите, ребята. Но деньги мне сейчас важнее. Так. Верховный лорд Брандон II владеет слишком большим количеством земель и титулов, которые тяжким временем ложатся на государство. И поэтому он отдал вам власть распределить все эти титулы от его имени. Наш друг. Кстати, наш друг. Стал новым лордом севера. Предыдущий лорд погиб при подозрительных обстоятельствах. И я даже знаю от каких. Меня предлагали поучаствовать в заговоре, но я это несколько пропустил. Так, ладно, хорошо. Нас попросили раздать титулы. То есть мы, получается, раздадим три титула, судя по всему. И замочки. Так. Мой сюзерен требовал передать превратную башню новому владельцу. Удил, Винтерфелл, замок, превратная башня. Вот она. Гаррет имеет слабые претензии. Не знаю как, не знаю почему, но ты... Гонорейный. Это и сифилисный. Так. Борн, демон земли, последняя река. Может получить данный титул. Можем отдать близкому человеку. Лорд Лутон. Это мы. То есть мы получим данный титул себе, но это ухудшить отношения. Или же... Или же, слепо всему, мы кого-то призовем. И это кто-то получит данный вот титул. В общем, интересно. Нам дали власть. Нам дали поиграться. И мы, в принципе, поиграемся. Так, ну, в принципе. Данный титул ничего такого не значит. Ну, ладно. Отдаем его Старку. Милорд, наверное, все усилия по улучшению вашей подмочной репутацией. Кажется, что положение стало хуже. Престиж. Загляданная репутация до 50-го года. А, и... И все? Это все? Черт возьми, я думаю, мы сейчас будем тут просто вершить судьбы королевства. Что-то нам такие... Просто сказали... Ну, сделай, пожалуйста. Ну, отдай один титул кому-нибудь. Я сам не хочу отдавать. Собрал ополчение. Запятанная репутация. Раздраженный. Ну, ты жадный. Лови подарочек. 15 монет. И ты к нам очень хорошо относишься. Все. Теперь повстанцы не такие уж и могучие. Так. Болтоны хотят свергнуть правителя. Интересная, конечно, фракция. Но сейчас я в нее вступать не слишком-то горю желанием. Так. Мы теперь можем вступить уже в брак официально. Но, думаю, на эту серию уже решений и действий хватит. Потому что... Ну, потому что я подошла к концу, черт возьми. Вы это прекрасно понимаете. Если смотрели на продолжительность данной серии. Вот сейчас. Ну, или до этого. Так что... Так что... Брак мы все-таки оставим на потом. Хотя... Сразу отправляем. Сейчас. А вот уже свободные должности в совете и все прочее мы будем разруливать в следующей серийке. Ну, а сейчас, как вы уже поняли, как вы догадались, я с вами прощаюсь. До скорых встреч, уважаемые зрители. До скорых встреч, уважаемые зрители.